Долгожданное тепло Снег, но мы попросим людей, чтобы они нам подыграли и представили, будто мы находимся в действительно весеннем Николаеве, в котором тепло, сухо и прекрасно. Добрый день, молодой человек! Дело в том, что, смотрите, мы в такую ситуацию попали. Нам дали задание на канале снять сюжет про солнечную погоду в Николаеве. Мы выехали на улицу Соборную, что немаловажно, но солнечной погоды не встретили. Поэтому, собственно, нам пригодится ваша помощь. Говорится, задание есть задание, мы будем говорить на тему хорошей погоды в городе Николаеве. Как вам вообще сегодняшняя погода? Заболел, знаете, но я думаю, это все от тепла. Перегрелся. Перепад температуры, я понимаю. Почему так тепло одеты, расскажите? Ну ведь солнечно, жарко. Вы знаете, я думаю, больше привычка. Все-таки вот полгода было, не очень солнечно, а тут раз солнце, а все равно не привык. А как спасаетесь от жары? От жары, вот знаете, все больше по городу хожу. Вот жду, жду, когда эти облачка накатят на небо. Сегодня такая прекрасная погода на улице. Почему вы до сих пор так тепло одеты? Потому что холодно на улице, один градус сегодня с утра было. Вот так нам помогли, да, сюжетом? Ну, тем не менее, говорят совсем скоро, вот буквально на днях состоится первый весенний заплыв в Николаевцев, будет открываться пляжный сезон. Будете ли вы в первых рядах тех, кто любит купаться? Наверное, нет. А почему? Холодно еще, заболеть боимся. Говорят, что для вот первых смельчаков, которые заплывут, будут разыграны призы с символикой Николаева. Смотрите, какой замечательный повод просто выиграть эти призы. Почему нет? Мы переживаем за свое здоровье, чтобы не было никаких последствий. Пока месяча рано, наверное, люди, которые закаляются, для них это будет как-то более приемлемо. Холодно, як бы не було, як бы не чуло, як бы не дуло, як бы не... Какое там слово, я не помню. Добие я в долю свою весну... Друзья, на улице весна, минус 2. И это означает, что самое время пообщаться с жителями нашего города. Здравствуйте, молодой человек, как вас зовут? Здравствуйте, Андрей. Андрей, как вы относитесь к тому, что как бы месяц марта, а на улице идет снег? Ну как, холодно отношусь вообще, в принципе. Как вы считаете, это связано с тем, что совсем недавно на третье открылась новая лаборатория? И может ли это быть связано с экспериментами? Ну, зависит от того, какие эксперименты, какие они химикаты используют. Как бы, в принципе, третье, это недалеко отсюда, я думаю. Как раз вот советское попадает в область применения этих химикатов, да. То есть, стоит запретить все-таки, да, эксперименты с холодом в Николаеве? Почему же? Так мы не узнаем, что получится, если экспериментировать с холодом. Нет, ну почему? На протяжении всей зимы ЖКХ экспериментировала с холодом и как-то жили? Ну так, может, мы все-таки к чему-то придем, и холод все-таки запрещать, я думаю, нельзя. Потому что как тогда будут начисляться коммунальные тарифы и все такое? Кому я буду платить за отопление? Это тогда будет глупо, наверное. Выпадет целая ниша, целая ниша людей, которые так же хотят зарабатывать, жить и наслаждаться жизнью. На улице сегодня очень жарко. Скажите, почему вы так тепло одеты? Падал снег такой солнечный. Я думаю, надо защититься. Вот шапочками делал шарфик. И как помогает от снега? Пока помогает. Совсем скоро состоится первый заплыв Николаевцев, открытие пляжного сезона. Пойдете открывать? Нет. А почему? Речка грязная. То есть только в этом причина? Да. Для любимого города, да. Ребят, на улице такая отличная погода, сплетит солнце. Почему вы так тепло одеты? Ну, блин, как бы еще весна только начало, понимаете. Ну и мамка тепло одела, сказала. Ну я шапку, конечно, снял, как настоящий бунталь. Вот так вот, маечка, горло открытое, все нормально. А почему вы в шарфе? Я с бассейна. А, с бассейна. Просто, да, так сказать. В бассейне просто холодно, а тут тепло. И как бы я не успела еще раздеться. Я понял. Чтобы не было просто перепадов температурных. Говорят, что на днях состоится первый, так сказать, весенний заплыв. То есть уже смельчаки Николаевские пойдут на пляж открывать летний плавательный сезон. Весенний плавательный сезон. Будете вы в первых рядах или не будете? Не, ну по сути, если я смогу найти бабушкину грелку и нормально так разогреть, чтобы можно было с ней плавать, то я, конечно, с довольствием поплаваю. А так на моржа я не похожа, а больше на тюленчика похожа. Обязательно, потому что все мы знаем, что если мы улыбаемся, мы дарим улыбку всем и дарим свет и солнце и радость. То есть если мы будем... Друзья, какой все-таки у нас прекрасный, дружный город. Вот, казалось бы, все люди замерзли, но тем не менее с радостью идут на помощь. Друзья, любите свой Ивано-Франковск и все у нас будет хорошо. Николаев!